Доброго времени суток. Ну что, пора показывать это решение. Я думаю, кто-то из вас уже заждался, да? Итак, что же из фрагмента сериала, который я вчера смотрел? Что же у нас тут следует? Что дано? Ну, сумма первых десяти элементов геометрической прогрессии, которую можно посчитать вот по этой формуле. b первая на q в десятой степени по количеству элементов минус единица, деленное на q минус единица, равно 64. Так, произведение первого на десятый равно 16. Ну, а поскольку десятый, b десятая, это b первая умноженная на q в девятой, то поэтому получается b первая на b первая, b первая в квадрате на q в девятой равно 16. И нужно найти сумму обратных элементов этой геометрической прогрессии. То есть единица на b1, единица на b2, единица на b плюс и так далее, плюс единица, деленное на b в десять. Смайликов, пожалуй, уберем. Так, условия немножко передвинем. И я себя красивого пока показывать не буду. Лучше покажу вам решение, свои рассуждения. Так, условия. Ну что ж, начинаем разбор решения. Так, вот то, что нам нужно найти, на самом деле, можно представить вот в таком виде. Ведь b второе это b первая умноженная на q. И, значит, единица, деленная на b второе, можно представить как единица на b первая умноженная на единица на q. Соответственно, третий элемент. Единица на b один умноженная на единица на q в квадрате. Поскольку b один на q в квадрате это третий элемент исходной геометрической прогрессии. Итак, по сути, что получилось? Система уравнений относительно b первая и q. Казалось бы, нужно решать эту систему, находить b первая, находить q и потом находить вот то, что нам нужно. Но попробуем сделать так, что не нужно будет отдельно находить b первая и отдельно q, а использовать именно то, что вот дано в этом задании. Ведь, смотрите, вот эта сумма, это не что иное, как сумма первых десяти элементов геометрической прогрессии, у которой b первая равно единице, деленная на b один. А q это не то, что здесь q, а единица, деленная на q. То есть, здесь вместо b один ставим единица на b один, вместо q ставим единица, деленная на q. Соответственно, в знаменателе тоже единица, деленная на q. Дальше, если правильно сделать преобразования, если я их правильно сделал, то может получиться следующее. У меня получилось следующее. Вот после преобразования числителей в знаменателе. Единица на b один, q в девятой, q в десятой минус единица на q минус единица. Смотрите, а вот из первого равенства, вот q в десятой минус единица на q минус единица мы можем выразить через 64 и b один. То есть, эта часть, вот этот множитель у нас будет равен 64, деленная на b один. А теперь просто перемножаем b один, q в девятой, умноженное на b один. Получается b один в квадрате q в девятой. Но b один в квадрате q в девятой, это у нас по условию равно 16. И теперь мы просто 64 делим на 16, получается 4. Но я бы не сказал, что это очень уж простое задание. Удачной вам подготовки к любым экзаменам, не только по математике, а по математике всегда рад вам помочь. С вами ваш Виктор С.H., частный преподаватель математики из города Новокубанска. Солнечный Новокубанск, Солнечная Кубань, Юг России. Будьте счастливы, увидимся.